Вебинар 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 это все в наших решениях отражается. Мы являемся разработчиком систем ВМС и системы ТМС. В целом мы логистикой занимаемся очень давно, с нашего основания. На текущий момент решения ВМС-Х5 и ТМС-Х4 разработаны на логистической платформе AxelotX, что позволяет вам, имея схожесть интерфейсов, в целом автоматизировать контр-логистики на вашем предприятии. Интеграционная составляющая тоже стала удобнее, поэтому все для вас. Конечно, мы здесь можем рассказать и про наших партнеров, с которыми мы работаем достаточно давно. Яндекс.Маршрутизация, Сетигид — это партнеры, которые предоставляют картографический сервис в проекты ТМС. Яндекс.Маршрутизация еще и маршрутизатор тоже предоставляет. Что касается Градума и Детериона и Axelot Technology, эти компании входят в группу компаний Axelot. Градум является непосредственно компанией, которая занимается реализацией проектов на базе ERP-систем, а также собственных разработок на платформе 1С для корпоративного рынка. Что касается компании Детерион, то здесь мы говорим про разработку интеграционных решений, а в частности мы эти решения используем и в наших проектах тоже. Компанию 1С мы все с вами прекрасно знаем, поэтому здесь я не буду останавливаться. Что касается компании Axelot Technology, то это партнер, который поставляет в наши проекты оборудование для штрих-кодирования Wi-Fi и многое другое оборудование тоже. Хочется сказать, что при подборе оборудования компания Axelot Technology основывается, безусловно, на потребностях склада, на конфигурации склада, на том, какие процессы планируется там реализовать, и подбирает все необходимое для того, чтобы технически оснастить данную площадку. Помимо основной нашей деятельности, которая посвящена именно логистике, автоматизации этой области предприятий, у нас еще есть и внутренние проекты, это учебный центр и библиотека Axelot. Мы проводим учебные программы, курсы, которые читают ведущие эксперты в области логистики, также мониторим интересные книги на мировой и западной литературе и переводим на русский язык, предоставляя вам возможность ознакомиться с лучшими практиками, западными и российскими. Что касается нашей системы WMSX5, здесь небольшое отступление, скажу, что мы непосредственно этот вебинар посвящаем в том числе и нашей системе, что она умеет в разрезе складов запчастей. Хочется отметить, что эта система уже пятого поколения, она разработана на современной платформе 1С предприятий 8 и позволяет вам гибко настраивать систему под свои потребности. Ну и нам, безусловно, реализовывать проекты, учитывая ваши потребности и потребности рынка. Если говорить про преимущества системы Axelot WMSX5, то здесь мы можем сказать и про развитый функционал, про возможность настроить систему так, как вам необходимо в текущих реалиях или же ориентируясь на перспективу. Система стала работать гораздо быстрее, и производительность ее тоже стала выше. Что касается настроек, то для пользователей они стали удобными, и даже любой пользователь, который не сильно знаком с интерфейсами системы предыдущих редакций, легко в них разберется. Также у нас в Axelot WMSX5 мобильный клиент теперь поддерживает не только онлайн-работу, но и офлайн-работу тоже. Здесь я хочу представить часть наших клиентов, которые непосредственно относятся к тематике текущего вебинара. Здесь есть и компании, которые являются дистрибуторами запчастей, и авиазапчастей. Если остановиться поподробнее, то, например, компания вертолетной сервисной компании – это склад авиазапчастей, который оснащает непосредственно авиазапчастями сервисные центры для того, чтобы обеспечить непосредственно поддержку. Что касается компании Unicom, то это федеральный дистрибьютор автозапчастей, плюс автоматил, автохимия, распределительный центр находится во Владивостоке, площадью порядка 13 тысяч квадратных метров. Мы его, собственно, автоматизировали тоже на базе нашего решения WMS. Компания ACOS – это дистрибьютор официальной автозапчастей, находится компания в Казахстане. Собственно, тоже наш проект, про который хочется тоже рассказать пару слов. Ну, я думаю, что сейчас я передам слово Вячеславу, поскольку специфика склада запчастей все-таки интересная, да, и он более подробно может вам рассказать про то, что сейчас происходит, какие требования законодательства существуют для этой отрасли. И, собственно, передаю слово ему. Вячеслав. Добрый день, коллеги. Так, непосредственно перейдем к самой части. Итак, давайте начнем с того, что мы сегодня поговорим о рамочном, очень поверхностном по каким-то моментам, затронем немного требования от регуляторов покупателей пусков, поговорим немного о WMS. Это все позволит вам сформировать первое впечатление, то с удовольствием ответим на все ваши вопросы, а также будем ждать ваших заявок на e-mail и на телефон, который покажем вам в конце презентации. Соответственно, контакты всегда доступны также и в интернете. По обращению мы можем сформировать для вас анкету, в которой вы ответите на те вопросы и те проблемы, которые интересуют конкретно вам. По итогам изучения анкеты уже будет подготовлен демонстрационный вариант. Сама демонстрация занимает около двух часов, поэтому в рамках вебинара мы рассматриваем вопросы только поверхностно. Итак, из вопросов, которые мы сегодня рассмотрим. Первое – это введение нормативно-справочной информации, в частности, номенклатуры, справочника номенклатуры, в вашей корпоративной информационной системе. Это может быть какое-то решение на базе 1С, либо какое-то зарубежное производство корпоративной системы, такие как САП, ДАКС, АКСАПТа и так далее. На всех предприятиях возникают вопросы, особенно в запчастях, когда есть сложная специфика введения данного справочника. Как правило, возникает необходимость учета товаров в разрезе поклаждателей, то есть владельцев этой номенклатуры, в тех случаях, когда мы на своем складе можем хранить товар, который физически может принадлежать в разный момент времени разным юридическим лицам. Это может быть процесс перепродажи внутри предприятия, это может быть приемка сразу же товаров от каких-то наших клиентов, которые хранят свой товар у нас на складе, ну и так далее. Сложностям введения НСИ также может отнесена быть такие как характеристики, то есть цвет номенклатуры, бренд номенклатуры, ну и так далее. Следующий вопрос – это учет серийных номеров и ВИН-номеров для автозапчастей. Далее немного затронем новый федеральный закон номер 487, который сейчас уже успешно внедрятся на другие сферы, помимо автозапчастей, такие как фармпродукция, алкогольная продукция, обувь и так далее. Проговорим, как более детально и грамотно включить в интеграцию передачу ВИН-номеров, серийных номеров и контрольно-идентификационных знаков между складской и корпоративной системой, а также поговорим, как работать с большим ассортиментом продукции, с различными правилами грузообработки на складе, то есть это могут быть какие-то очень мелкие запчасти, такие как гайки, болты и так далее, а также какой-то крупный негабаритный товар. При этом для каждого вида или группы номенклатур на складе будут действовать различные правила грузообработки. Кратность – либо штучная, коробочная, либо палетная, ну и так далее. Начнем с функционала, который реализован в коробочной версии – это конвертация номенклатуры. В корпоративной информационной системе вы введете свой справочник. Этот справочник при появлении ВМС на вашем предприятии должен быть транслирован в складскую систему. В случае, если мы говорим о сложной номенклатуре, такой как автозапчасти, то мы подразумеваем, что у номенклатур может быть огромное количество различных характеристик и особенностей ее учета. И в случае, когда мы работаем в корпоративной системе со справочником непосредственно на рабочем компьютере, то мы имеем большой интерфейс с большим количеством кнопок, где мы можем управлять данной номенклатурой без проблем. В случае же, когда мы начинаем работать с такой номенклатурой уже непосредственно на складе, с применением терминалов сбора данных, на котором интерфейс довольно-таки маленький, имеет урезанное количество кнопок для удобства работы, то мы понимаем, что здесь возникает большое количество проблем работы персонала с номенклатурой, у которой есть различные характеристики. Для таких складов мы используем конвертацию номенклатуры. То есть при выгрузке номенклатуры из корпоративной системы в ВМС первоначально она выгружается ровно в таком виде, в котором она есть в корпоративной системе. То есть номенклатура со всеми ее характеристиками. Далее включаются правила конвертации. Под правилами конвертации понимается набор правил, когда мы из одной номенклатуры можем создать несколько различных объектов хранения. Под объектом хранения мы понимаем один товар, с которым непосредственно конечный пользователь будет работать как с обособленной единицей хранения. То есть, например, у вас одна номенклатура одномоментно может принадлежать различным поклаждателям, то есть различным владельцам, различным юридцам. Соответственно, при выгрузке номенклатуры, допустим, коробка передач, передаются возможные поклаждатели, то есть владельцы этой номенклатуры, и для каждого отдельного поклаждателя формируется отдельный объект хранения. То есть номенклатура ВМС получается как какой-то технический справочник, который предназначен для того, чтобы из него сформировать уже конечный объект хранения, с которым будет работать непосредственно конечный пользователь ВМС. При этом мы можем конвертировать номенклатуру по правилу 1 к многим, то есть из одной номенклатуры может получиться несколько различных объектов хранения. Либо, если у нас нет необходимости конвертировать номенклатуру, то конвертация все равно есть, но она происходит по правилу 1 к 1. Одна номенклатура равна одному объекту хранения. Если мы для номенклатуры создадим несколько объектов хранения, которые будут привязаны каждый к своему поклаждателю, то, соответственно, сотрудники на ТСД уже будут получать конкретное задание, допустим, принять какое-то количество объектов хранения, которые изначально принадлежат владельцу. Соответственно, уже с приемки данный товар, то есть объект хранения, будет учитываться и храниться в разрезе отдельного владельца. Сформировав отчет остатки ВМС, вы сразу в разрезе ячеек можете увидеть свою коробку передач, которая в одной ячейке хранится в количестве 10 штук, но принадлежит владельцу номер 1, а в другой ячейке лежит в том же количестве 10 штук, но принадлежит уже владельцу номер 2. Соответственно, данное решение позволяет очень оптимально учитывать товар, обрабатывать товар, формировать задачи на товар конкретного владельца. Помимо этого, вы также можете оказывать услуги 3PL. То есть при работе с товаром конкретного поклаждателя вы можете считать количество операций, которые выполнены с товаром, выставлять конкретные счета на обработку объектов хранения поклаждателю, то есть владельцу этого товара. При этом есть возможность внутри ВМС настраивать тарифы для каждого поклаждателя отдельно. По итогам работы с объектом хранения, который принадлежит конкретному поклаждателю, за период система аккумулирует и считает количество операций, которые вы сами назначили для подсчета. То есть это может быть только приемка, только отгрузка, а может быть и какой-то широкий спектр услуг, которые вам хотелось бы тарифицировать и получать какое-то возмещение ваших затрат. По итогу обработки в период ВМС формирует вам отчет и показывает, что с конкретной коробкой передач, принадлежащей владельцу номер один, сделаны операции на одну сумму, с этой же коробкой передач, но принадлежащей другому владельцу, проделано другое количество операций на другую сумму. Соответственно, если у нас учета по поклаждателям, по владельцам товара нет, мы не оказываем такие услуги, данная конвертация не используется, и товар по умолчанию принадлежит организации, которая владеет складом. Данный раздел «Разрез учета» не включается и не используется. Следующий вариант использования конвертации это работа с характеристикой. Эта же номенклатура может принадлежать различным брендам. Например, одна фара, которая подходит и для автомобиля производства, и для автомобиля производства Datsun, например, по сути, это одна и та же фара, одной и той же формы, абсолютно одинаково. Но в зависимости от покупателя мы можем брендировать данную фару под разные направления – АвтоВАЗ и Datsun. Соответственно, для обработки данной фары как отдельного объекта хранения, принадлежащий конкретному бренду, используется конвертация. В МС загружается номенклатура фара, далее она конвертируется с помощью характеристики бренд в два различных объекта хранения. И на входе мы можем сразу принимать эту фару как фара бренда АвтоВАЗ, либо как фара бренда Datsun. При этом далее, при работе, может, при хранении товара на складе, может возникнуть ситуация, когда нам не нужна фара одного бренда, но очень нужна фара другого бренда. При этом мы имеем возможность переупаковать товар в упаковку конкретного направления. Допустим, из АвтоВАЗ в Datsun. Соответственно, мы можем с остатков склада забрать пару бренда АвтоВАЗ, отгрузить под перепродажу и уже принять как объект хранения принадлежащий бренду Datsun. То же самое, кстати, можно сделать и с номенклатурой отдельных владельцев. То есть, когда у нас, допустим, внутри компании есть несколько организаций, и товар хранится в разрезе наших организаций на складе, по сути, одном физическом, но нам нужно учитывать этот товар раздельно по организациям, и в какой-то момент нам потребуется товар перепродать между организациями, то, соответственно, процесс точно такой же. Мы формируем заказ отгрузки товара с одной организации и формируем документ приемки товара по уже другой организации для данного объекта хранения. Соответственно, мы отгружаем объект хранения одного владельца или одного бренда, а принимаем уже товар от другого владельца, другого бренда. При этом товар на остаток меняется, и мы, опять же, в отчетах запасов ВМС четко видим и понимаем, какой владелец сейчас у нас находится к конкретному объекту хранения на остатках, либо какой бренд. Также актуальный вопрос для автозапчастей – это учет цвета, когда в корпоративной информационной системе создается одна карточка номенклатуры с различными характеристиками цвета. Допустим, какая-то обивка сидения. Для разных моделей она может быть разных цветов, но по сути это одна и та же номенклатура. Соответственно, в корпоративной системе это номенклатура обивка, цвет зеленый, красный, синий. При выгрузке в ВМС вступает в действие механизма конвертации, и мы из одной номенклатуры формируем несколько объектов хранения. Обивка цвет зеленый, обивка цвет красный, ну и так далее. Для удобства работы объект хранения формирует свое наименование по тому правилу, которое вы зададите в самой ВМСе в механизме конвертации. То есть вы можете задать правило, когда наименование объекта хранения складывается из наименования номенклатуры плюс характеристика, или наименования номенклатуры плюс поклаждатель, или наименования номенклатуры плюс бренд, ну и так далее. Соответственно, при работе с таким объектом хранения на складе сотрудники работы на компьютере с документами уже видят конкретный объект хранения с наименованием и с характеристикой, и работая на ТСД, мы также видим конкретное название. Обивка – зеленая, обивка – красная, либо коробка передач – охлаждатель 1. В данном случае сотрудник очень четко понимает, с каким товаром он сейчас работает, и может понять, что, допустим, по текущей задаче у него какое-то отклонение. Изначально он хотел отбирать номенклату по владельцу номер 1, но, отсканировав товар, видит, что это номенклатура владельца номер 2. Во-первых, ВМС ему выдаст предупреждение о том, что сотрудник работает не с тем объектом хранения, который указывает задача, а во-вторых, сотрудник поймет, что не так. То есть визуально в ячейке мы можем видеть одну и ту же коробку передач, но при этом учетный владелец, о котором система знает и хранит о нем информацию на остатках вклада, соответственно, ВМС подскажет, что сотрудник сейчас взял не ту коробку передач, не того владельца. Конвертация может использоваться по различным реквизитам. То есть если мы знаем, что у нас изначально номенклатура имеет какую-то характеристику, какой-то параметр, который делит ее и визуально, и логически, то мы можем использовать его как признак для конвертации номенклатуры в различные объекты хранения. При этом мы понимаем, что у номенклатуры в корпоративной системе могут быть такие уникальные значения, как штрих-коды, либо какие-то упаковки. Соответственно, при конвертации номенклатуры штрих-код и упаковки будут транслироваться из номенклатуры в объект хранения. То есть у нас в системе будет несколько объектов хранения с одинаковым штрих-кодом. Но при этом, если мы работаем по задачам, которые сгенерировала система, мы сканируем по сути не уникальный штрих-код. ВМС понимает, что мы отсканировали штрих-код конкретного объекта хранения и в данном случае работаем по задаче на объект хранения владельца номер один. Соответственно, ВМС будет понимать, что штрих-код введен правильно, товар подобран правильно. Данный функционал очень широко используется. Используется практически на всех складах с автозапчастями, как раз таки для учета владельцев и для учетов брендов и цветов. Но при этом никто не запрещает вам использовать какие-то свои характеристики для деления номенклатуры на объекты хранения. Мы говорим, что объект хранения – это внутренний справочник ВМС. Он содержит в себе сконвертированные номенклатуры. При формировании фактов приемки, фактов отгрузки ВМС делит информацию так, как она может быть воспринята корпоративной системе. То есть мы не передаем факт приемки объектов хранения, мы передаем факт приемки номенклатуры и характеристики, из которой изгенерировался объект хранения. То есть для корпоративной системы ничего не меняется. Она ровно точно так же ведет учет своей номенклатуры. По своим правилам эта номенклатура заводится и формируется в корпоративной системе. А внутри ВМС уже происходит деление, то есть конвертация номенклатуры в разрезе характеристик. При этом интеграция также никак не затрагивается. Мы обмениваемся номенклатурами и характеристиками. Но визуально для сотрудников, работающих с ВМС и на компьютере, и на ТСД, номенклатура уже не отображается. Отображается только объект хранения. И все операции выполняются в разрезе объектов хранения. Все запасы отображаются также только в разрезе объектов хранения. Для работы с колодской системой, с конкретными объектами хранения, им потребуется назначать конкретные внутренние логистические параметры, по которым система будет понимать, как этот товар обрабатывать. К примеру, у нас есть номенклатура, которая требует учета сроков годности. Соответственно, номенклатура конвертируется в объект хранения, и уже на объект хранения назначается такой параметр, как модель учета. Модель учета – это такой внутренний, один из основных, главных параметров и настроек внутри ВМС, который позволяет разделить номенклатуру и объекты хранения по группам. Допустим, первая группа номенклатуры без разрезов учета, вторая группа номенклатуры, которая требует учета по срокам годности, третья группа, которая требует учета по срокам годности, и, допустим, по серийным номерам. Соответственно, в зависимости от того, какая модель учета назначена на объект хранения, так его ВМС и обрабатывает. В случае, если у нас на объект хранения назначена модель учета, для которой обязателен учет по срокам годности, соответственно, при приемке ВМС не пропустит товар в следующей операции, если сотрудник на ТСД не введет конкретный срок годности, который посмотрит на упаковке номенклатуры, либо где-то из документов, с которыми поступил товар. Соответственно, и работают в ВМС с настройками конкретных товаров сотрудники непосредственно справочники объекта хранения. Сам справочник номенклатура, он технический, и не используется для какой-то обработки руками сотрудников. Все настройки выполняются в объекте хранения. Помимо модели учета, также мы можем назначать или создавать какие-то новые упаковки для товара, или формировать какие-то новые штрих-кода. Все эти операции происходят также в объекте хранения, не в номенклатуре. При этом, если мы подразумеваем, что мы можем вводить штрих-кода и создавать упаковку непосредственно в складской системе, а не в корпоративной системе, просто в правила интеграции мы прописываем такой момент, что все созданные штрих-кода и упаковки выгружаются в корпоративную систему как новый элемент. Таким образом, это упрощается задача актуализации различных упаковок одного товара и различных штрих-кодов одного товара. Сотрудник при работе уже непосредственно в приемке видит, что пришел товар в какой-то новой упаковке, допустим, всегда он приходил в упаковке по 10, сейчас пришел в упаковке по 20. Соответственно, ему удобнее сразу в поле, на ТСД, либо на рабочем месте, то есть на рабочем компьютере, создать эту новую упаковку, и упаковка протранслируется в корпоративную систему посредством интеграции. При этом эту упаковку он уже может использовать в своей складской операции. То же самое со штрих-кодом. Поменял поставщик штрих-код, товар при этом остался тот же самый. Мы можем завести штрих-код непосредственно в МС, выгрузив его в корпоративную систему. Тем самым решается вопрос работы в двух системах одновременно. Когда мы выполняем приемку в МС, мы при этом создаем все эти элементы только в корпоративной системе, и нам требуется работа с двумя интерфейсами двух различных программ. Конечно, удобнее работать только в одной системе и в ней делать все операции. При этом, если внутренние регламенты компании запрещают такой подход, то, соответственно, вы также можете запретить ввод упаковок или ввод новых штрих-кодов в МС и вводить их также только в корпоративной системе для поддержания какого-то порядка либо для выполнения правил введения вашей номенклатуры. Итак, если финализируем функционал, если резюмируем функционал конвертации номенклатуры в объекты хранения, то в двух словах объект хранения это объект, равный одному товару, одной логической единице для товара. Только с объектом хранения в складской системе работают сотрудники и на ТСД, и на рабочих местах. Все настройки и все операции сотрудники делают для объекта хранения. При этом номенклатура в корпоративной системе может не меняться, она может конвертироваться в зависимости от характеристик и владельцев непосредственно в самой ВМС. При этом данный функционал конвертации может включаться, а может не включаться. То есть если у вас нет необходимости делить несколько номенклатур на несколько объектов хранения, то остается работать правило один к одному. Следующий вопрос, который бы хотелось затронуть, это помарочный учет. Планируется, что к 2024 году все более-менее важные товары будут с уникальным идентификационным знаком. На данный момент из автозапчастей обязательно к маркировке покрышки, то есть на каждую покрышку производитель сейчас должен нанести контрольно-идентификационный знак. Данный контрольно-идентификационный знак генерирует контрольный контролирующий орган, передает его производителю, производитель маркирует конкретную покрышку конкретным знакам. Соответственно, с помощью данной маркировки, данного контрольно-идентификационного знака, сокращенного КИС, любой участник рынка может проверить легальность данного товара. Данный подход государству очень нравится, особенно после всех событий, которые произошли в связи с коронавирусом, когда правительство получило огромное количество негатива в плане того, что непонятно, где какое количество товара и лекарственных средств находится, по какой цене оно продается, кто формирует искусственный дефицит и так далее. Участники рынка говорят о том, что данный подход уже 100% будет распределен как минимум и на автозапчасти в целом. То есть, сидя у себя где-то в правительстве, сотрудник может сформировать отчет и посмотреть, какое количество товара на каком юридическом лице находится, куда он перепродает конкретные единицы товара, идентифицируя товар по контрольно-идентификационному знаку. И также еще может отслеживаться цена в связке с налоговой инспекцией. Государство может уже понимать, что в данный момент, допустим, все лекарственные средства, относящиеся к дезинфекции поверхности, скуплены каким-то одним юридическим лицом, проведены операции с контрольно-идентификационными знаками, они перешли, допустим, от производителя на одно юрлицо и дальше никуда не двинулись. Соответственно, тут уже возникает вопрос, почему юрлицо не перепродает товар, почему оно купило такое количество товара. По какой цене оно его купило и по какой цене будет продавать. И в данном случае прозрачность рынка для государства становится практически идеальной. Государство повышает эффективность контроля, а также ориентируется на то, что с помощью КИС будет происходить рост собираемости налогов и таможенных платежей. Соответственно, сейчас, когда мы говорим о том, что для автозапчастей данный закон не действует, но в случае, если мы говорим, что вы приходите за автоматизацией вашего склада какой-то новой современной системой, то вы обязательно должны учесть это на будущее и сразу уточнять, как работает ВМС конкретно КИЗАМИ и как она поддерживает маркировку, интеграцию с маркировкой, также работу внутри склада с маркированием товара. В случае с покрышками есть уже готовые проекты, на которых реализован полностью помарочный учет. Это что касаемо автозапчастей. Также параллельно идут проекты по запуску складов по фармацевтическим препаратам, которые с июля этого года стали обязательны к маркировке. И плюс-минус правила на всех группах товаров оказываются одинаковыми. В первую очередь государство контролирует производителей, под производителей выпускаются конкретные контрольно-идентификационные знаки на определенные товары. Далее этот КИЗ присваивается уже товару и отслеживается от производства до конечной продажи. В случае, если ваш склад является каким-то промежуточным складом в цепочке поставок, либо это склад при производстве, либо это какой-то дистрибьюторский склад, то, соответственно, внутри ВМС должен быть функционал, с помощью которого вы можете регистрировать приемку, а также регистрировать отгрузку. Также вы должны будете внутри складской системы при хранении товара отслеживать наличие контрольно-идентификационных знаков, которые могут быть выведены из оборота. К примеру, производитель произвел какую-то бракованную партию товаров. Он знает, что на эту партию у нас выпущены КИЗы определенного диапазона. Соответственно, эти КИЗы могут быть объявлены как бракованные, и они должны быть выведены из оборота. Если они выводятся из оборота, вы должны знать, что, допустим, какие-то КИЗы, либо все они, либо какая-то часть находятся у вас на остатках склада. Соответственно, вы их не можете никому отгрузить и не можете никому продать. Ну, к примеру, можете вернуть его в адрес вашего поставщика либо производителя данного бракованного товара. Соответственно, вся эта нагрузка ложится на ВМС. При этом мы понимаем, что если у нас товар маркированный, то это и возрастание нагрузки на самих сотрудников, которые работают с маркированным товаром. Когда сотрудникам вместо того, чтобы принять одну палету общим количеством, придется сканировать все КИЗы каждой упаковки каждой штуки. В данном случае сканирование занимает большее время по сравнению с приемкой не маркированного товара. Это также нужно учитывать и понимать, что под ваши реалии, под вашу номенклатуру и ваши бизнес-процессы, допустим, это удобнее делать в полях на ТСД, либо это удобнее делать где-то на стационарном рабочем месте с помощью компьютера и какого-то сканера, подключенного к компьютеру. Для решения проблем со скоростью приемки предусматривается то, что КИЗы могут быть сагрегированы в какие-то носители товара, такие как короб либо палет. При этом вложенность агрегатов может быть разной. То есть, допустим, КИЗы вложены в короб, короб вложен в палет. У каждого агрегата в данном случае есть свой уникальный номер SSCC. Этот уникальный номер также генерируется и объявляется в регуляторе. И регулятор контролирует, как данный агрегат двигается между участниками рынка. К примеру, производитель выпустил какой-то объем товаров, промаркировал контрольно-идентификационными знаками и сагрегировал их в короба, короба в палеты. Далее, эти палеты целиком продаются в адрес какого-то поставщика, покупателя. Данный покупатель принимает решение, что он не может перепродать целый палет. Ему нужно перепродать часть штуками, часть коробами. Соответственно, для регулятора должна быть объявлена операция изъятия, когда мы из агрегата забираем какую-то часть, либо короб целиком, либо какую-то штуку с контрольно-идентификационным знаком. Данный функционал называется либо изъятие, либо расформирование агрегата. В случае с расформированием мы полностью уничтожаем SSCC, все, что в него вложено, становится, по сути, свободным. Если мы объявляем про изъятие, то SSCC остается живым, и он просто уменьшается на тот объем товара, который из него изъяли. То есть далее этот SSCC может быть также отгружен в адрес какого-то покупателя, но уже с меньшим вложением. Все эти операции для регулятора должны объявляться, выгружаться, и они также должны быть акцептованы. То есть регулятор проверяет, что вы делаете с товаром, можете ли вы делать эту операцию с данным товаром. К примеру, если у регулятора не прошла информация о том, что вы оприходовали этот товар к себе на склад, но при этом уже начинаете там что-то расформировать, либо изымать, то, соответственно, регулятор не акцептует вам такую операцию. Вы, работая у себя на складе, понимаете, что если вы что-то расформировываете, разбираете целый палет по коробкам, по штукам, то вы не можете двигать этот товар до тех пор, пока не придет акцепт. То есть физически это выглядит так, что на складе происходит операция физического изъятия, допустим, короба из палеты, при этом короб ждет, пока придет акцепт на операцию изъятия. Он не двигается дальше в зону упаковки, не двигается дальше в зону отгрузки и не отгружается со склада до тех пор, пока не получит акцепт на свою операцию. Соответственно, все эти моменты, они также должны быть учтены в складской системе. Она должна полностью управлять данным процессом и понимать, что в данный момент товар у нас оприходован, он разрешен к приемке и он принадлежит к нам. Но если мы выполняем какую-то операцию изъятия, то мы не можем его использовать в каких-то следующих операциях грузообработки до тех пор, пока не придет акцепт. Для сотрудников, которые работают с этим товаром, также должна быть четкая сигнализация о том, что товар сейчас есть на оставках вклада, но он заблокирован. Он ждет какого-то акции. Помимо изъятия у нас есть и процессы агрегации, когда мы говорим о том, что мы насобирали какой-то сборный палет, в нем есть штуки, в нем есть разные товары разных партий или один товар разных партий. Но при этом мы понимаем, что помимо контролирующих органов у нас есть еще и свои клиенты, которые выставляют нам определенные требования. Такие требования, как маркировка отгружаемого товара, а также в случае, если мы работаем с маркированным товаром, то мы должны облегчить приемку для наших клиентов. На практике это выглядит так, что клиенты говорят, если вы нам отгружаете товар, то вы нам должны отгружать его только в агрегированных коробах. Мы не хотим принимать поштучно, для нас это трудозатратно. Соответственно, если вы нам продаете товар и отгружаете его со склада, то вы подготавливаете товар, агрегируете его в коробах и в контролирующий орган передаете информацию о том, что у вас штуки теперь лежат в определенных коробах, все номера передаются в контролирующий орган, контролирующий орган передает данную информацию вашему покупателю. И, соответственно, приемка для вашего покупателя будет выглядеть просто как сканирование и оприходование по верхнему номеру агрегата. Если вы сагрегировали все в палет, то, соответственно, ваш клиент сканирует номер палета, и все вложение, которое числится в палете, приходится к нему на остатки склада. Тем самым снимается необходимость сканировать на приемке весь товар поштучно. Помимо этого, к маркировке отгружаемого товара могут быть предъявлены какие-то определенные требования, такие как упаковочный лист, либо какой-то сопроводительный лист, который должен выпускаться на сформированный палет, клеиться на палет, чтобы ваш клиент уже видел конкретное вложение данного товара. Требование может быть, его может не быть. Также для контрагентов ваших покупателей может быть важно какое-то определенное правило упаковки, то есть, допустим, брендированный скотч или усиленная обмотка и так далее. Все эти требования также должны учитываться в складской системе и выполняться. То есть складская система должна поддерживать печатные формы, печатные формы должны содержать нужную информацию под конкретного покупателя, а также должна показывать сотрудникам, как непосредственно должен отгружаться товар. Все эти требования в данном случае уже находятся в коробочном решении ВМС-X5 и успешно используются в части автозапчастей, это покрышки, в части фармацевтической продукции, алкогольной продукции, как смежные группы товаров, которые также включаются в федеральный закон. По особенностям учета внутри ВМС по КИЗам стоит отметить то, что для удобства работы с контрольно-гидентификационными знаками внутри ВМС не хранится товар в разрезе КИЗов, в разрезе ячеек. То есть на приемке вы регистрируете конкретно КИЗы и ССЦ, которые к вам поступили, и дальше они просто привязываются к вам как к организации. Внутри хранения, внутри склада вы можете выполнять различные операции. Допустим, перемещение, инвентаризации, какие-то дополнительные операции, как пополнение и так далее. При этом вы понимаете, что если вы хотите включать строгий учет всех КИЗов в разрезе адресов хранения, то есть ячеек, либо каких-то поддонов, то есть мест хранения, то при выполнении всех этих внутренних складских операций, с которыми склад работает ежедневно, то вам также придется работать эскизами. То есть если вы захотели переместить товар из ячейки в ячейку, вам придется отсканировать все контрольно-гидентификационные знаки товара, которые вы перемещаете. В данном случае, реализуя подход учета КИЗов в разрезе адресов хранения внутри склада, внутренняя нагрузка на сотрудников возрастает многократно. Для исключения такой ненужной работы, внутри ВМС КИЗы не хранятся в разрезе отдельных ячеек. Это еще связано еще и с тем, что никто не формирует заказы на конкретный КИЗ. То есть нет таких покупателей, которые говорят, что мне нужно получить от вас, то есть от поставщика, определенную коробку с определенным контрольно-идентификационным знаком. То есть по сути вы можете отгрузить любой товар с любым КИЗом, но при этом вы обязательно должны объявить, какой КИЗ вы отгрузили в адрес конкретного покупателя. Соответственно, реализуется такой подход, что на приемке вы объявляете те КИЗы и те ССЦ, которые вы получили от поставщика, объявляете их в контролирующем органе, как факт приемки, он вам акцептует приемку. После этого КИЗы переходят к вам во владение. Дальше внутри склада вы выполняете какие-то операции, перемещаете товар, инвентаризируете, пополняете там, допустим, из хранения в зоны штучного отбора. При этом КИЗы вы никак не сканируете, не объявляете, какой КИЗ в какой ячейке конкретно сейчас лежит. Далее при отгрузке вы выполняете сканирование либо с агрегированных ССЦ, если вы отгружаете кратно агрегату, либо сканирование КИЗов, которые отобрались по факту под конкретный заказ на отгрузку. Тем самым аккумулируются данные о ССЦ и КИЗах, которые сформировались под, которые отобрались под конкретный заказ. Эти данные передаются в контролирующий орган, он вам выполняет акцепт, то есть говорит, что да, действительно, отгрузка возможна, все хорошо. После этого выполняется уже непосредственно отгрузка в адрес конкретного клиента. В случае же, если у вас бизнес-процессы построены таким образом, что вы понимаете, что на момент отгрузки для сканирования всех этих поштучных КИЗов либо выполнение каких-то отборов, коробов, которые в свою очередь привязаны к палетам, просто нет времени, то есть физически вы не можете потратить уже на моменте комплектации время на сканирование, допустим, КИЗов поштучно. В данном случае вы должны просмотреть свои бизнес-процессы таким образом, чтобы выполнять такие операции, как агрегации и разагрегации, то есть изъятие и вложение КИЗов в ССЦ, где-то до момента начала комплектации. То есть вы можете выполнить какие-то операции, объявить их в контролирующем органе, он их вам акцептует, и после этого вы можете обрабатывать товар без какого-либо повторного сканирования уже непосредственно в отгрузке. Данный процесс нужно учитывать в тех случаях, если у нас есть срочные заказы, либо у нас есть заказы с определенным временем на сборку, то есть какой-то контракт с поставщиком, который обязывает нас потратить на сборку и отгрузку товара после формирования заказа от клиента не более чем, допустим, 12 часов. В случае, если мы работаем с маркированным товаром, мы понимаем, что помимо того, что у нас возникает, возрастает трудоемкость обработки такого товара за счет сканирования, у нас еще может быть временной лаг на акцепт действий от контролирующего органа. То есть в данный момент, допустим, на фарм продукции могут склады ждать ответ на конкретный запрос до нескольких дней. То есть такое тоже возникает. И товар, по сути, не отгружается, он ждет акцепта, и бизнес-процессы на таких складах уже перестраиваются. То есть какие-то моменты перетягиваются уже не на момент непосредственного отбора и подготовки товара и отгрузки, а уже где-то до конкретных появлений заказов в складской системе. Итак, если мы резюмируем по контрольно-идентификационным знакам, основной момент. Вы в ближайшее время планируете автоматизировать свой склад новой ВМС, неважно какого поставщика, вы должны сразу просмотреть, какие требования уже с маркированным товаром. Покрышки уже маркируются, то есть если у вас среди ассортиментов, то есть и покрышки, то ВМС уже точно должна поддерживать работу с контрольно-идентификационными знаками. Процесс это огромный, он очень сложный, очень трудоемкий, имеет массу нюансов. И в случае с внедрением данного функционала, допустим, на фарме, процессы полностью перестраиваются уже под новые реалии. С этим ничего не поделать, просто придется выполнять те требования, которые регуляторы будут предъявлять к участникам рынка. Помимо кизлов, которые сейчас есть на покрышках, в будущем будут и на всех автозапчастях, уже сейчас есть серийные номера продукции и винномера продукции, которые требуются учитывать на складе. Какие есть особенности? Под серийным номером мы понимаем просто номер, который фиксируется для полу запчастей, которые появились у нас на складе. Далее данные запчасти могут отгружаться в адрес конкретных покупателей. Соответственно, нам важно регистрировать, какие серийные номера мы получили, какие серийные номера мы отгрузили в адрес конкретных покупателей. Данный момент используется в том числе и для борьбы с какими-то недобросовестными покупателями, которые могут заявить, что мы им поставили бракованную деталь. В данном случае мы всегда знаем, какие серийные номера мы отгрузили в адрес конкретного клиента. Если он нам заявляет запчасть с другим серийным номером, который мы никогда не отгружали в адрес данного клиента, то мы можем сообщить, что мы можем отказать в какой-то гарантийной работе или возврате. Особенности учета серийных номеров в ВМС состоят в том, что мы также, как и КИЗы, не храним остатки в развитии серийных номеров и не планируем к отгрузке конкретные серийные номера. То есть на приемке мы регистрируем серийные номера либо списком, либо диапазоном. Допустим, с первого по сотый, если у нас речь о поставках продукции с производства, когда все серийные номера выпускаются определенным диапазоном, мы целиком принимаем весь диапазон. Либо мы, дистрибьютор, получаем товар от разных поставщиков и список серийных номеров не может быть принят как диапазон. Соответственно, каждый серийный номер принимается отдельно. На приемке мы собираем серийные номера. Далее при отгрузке мы просто регистрируем, какие серийные номера отгрузились в адрес конкретного клиента. Внутри ВМС все операции будут выполняться без сканирования серийного номера. То есть мы перемещаем товар, пополняем, инвентаризируем и не регистрируем серийный номер, с которым мы сейчас конкретно работаем. Только сканируем на приемке, только сканируем на отгрузке. По работе с ВИН-номерами. ВИН-номер – это уже более прослеживаемый номер. Нам могут быть сформированы конкретные заказы на конкретный ВИН-номер. То есть мы можем получить заказ, отгрузить какой-то товар с определенным ВИН-номером. То есть у него должна быть принадлежность к определенному ВИН-номеру. Соответственно, для такого товара уже используется хранение остатков в разрезе ячеек, в разрезе ВИН-номера. То есть при любой операции с товаром, который учитывается по ВИН-номеру, мы всегда регистрируем, какой ВИН-номер сейчас мы принимаем, перемещаем, инвентаризируем и так далее. Также мы получаем конкретный заказ на ВИН-номер. И уже на остатках склада ВМС ищет ВИН-номер, который нам нужно отгрузить, резервирует его и формирует задачу. С указанием адреса, где данный ВИН-номер лежит, и с действием, которое нам нужно сделать. Например, отобрать, в будущем отгрузить. При работе с ВИН-номерами и с серийными номерами, при внедрении ВМС требуется детально проработать такой момент, как сбор этих данных. Как правило, серийный номер – это цифровое значение без штрих-кода. Сопернику, как правило, не получаться, нет возможности отсканировать штрих-код. При внедрении ВМС и сборе серийных номеров на ТСД возникает дополнительная операция, как ввод цифрового значения серийного номера, либо буквенно-цифрового, а также ввода ВИН-номера. Здесь нужно будет детально проработать, как конечный пользователь будет вводить эти данные. То есть мы понимаем, что это повышение трудоемкости, и при внедрении ВМС мы должны очень четко и детально прописать, как сотрудник будет вводить этот номер на ТСД, либо на интерфейсе рабочего места. Мы должны продумать так этот процесс, чтобы он не увеличивал критично трудоемкость для текущего процесса. Следующий момент – это интеграция между корпоративной и складской системой в части КИЗов, серийных номеров и ВИН-номеров. Изначально в корпоративной системе могут быть документы, инициаторы поступления и отгрузки без указания конкретных КИЗов, либо серийных номеров и ВИН-номеров. То есть корпоративная система может не знать, какой поставщик какие номера нам отправит. Конкретные значения собираются уже непосредственно в ВМС и объявляются как факт приемки. В данном случае мы прорабатываем момент, кто, когда и с помощью какого оборудования вводит эти цифровые, либо буквенно-цифровые значения. И, допустим, первый шаг – приемка. Сотрудник выполняет приемку товаров по документу-инициатору, который выгружается из корпоративной системы посредством интеграции в складскую систему. Данный документ либо преобразовывается, либо не преобразовывается и передается в работу уже непосредственно складу. Под преобразованием документа подразумевается, что, как правило, несколько документов из корпоративной системы внутри складской системы могут быть объединены в один документ. К примеру, у нас несколько поставок едет в одной машине. Соответственно, для приемки общего количества товара на складе удобнее принять весь товар внутри одной машины по всем поставкам как единое целое, а не как отдельное накладное. То есть в случае, если мы объединяем несколько документов в один, уже нет необходимости предварительно разделить товар между накладными и принимать товар в разрезе конкретной накладной. Особенно это критично, если у нас от одного поставщика по разным накладным поступает одна и та же номенклатура. Соответственно, если мы объединяем несколько документов в один, то склад уже работает с одним объединенным документом и выполняет приемку просто товара в один документ. Если появляются какие-то отклонения, то все отклонения будут садиться на крайний документ среди объединенного документа. Как правило, объединение происходит в разрезе одного контрагента. Соответственно, контрагенту, по сути, не важно, на какую накладную мы дадим отклонение, либо недопоставку, либо перепоставку какого-то товара. Главное, что мы в адрес контрагента это отклонение объявим. Соответственно, на приемке по документу, объединенному, не объединенному, не важно, мы выполняем приемку. Для конкретных товаров мы назначаем модель учета, по которой ВМС понимает, что для товара требуется сбор либо ВИН-номера, либо серийного номера, либо контрольно-идентификационных знаков. Соответственно, ВМС запрашивает эти данные у исполнителя. Он либо на ТСД, либо на рабочем месте выполняет ввод данных по КИЗам, по серийным номерам, по ВИН-номерам. ВМС аккумулирует эти данные внутри документа и далее посредством интеграции распределяет их по номенклатурам, по документам и выгружает в корпоративную систему. Далее уже от бизнес-процессов зависит то, что будет делать корпоративная система с этими данными. Допустим, в случае с контрольно-идентификационными знаками всякие языки транслируются в регулирующий орган далее для акцептации приемки. В случае с серийными номерами и ВИН-номерами они могут просто приходоваться на остатки и объявляться как номера, которые у нас сейчас есть в наличии. Далее. После приемки весь товар у нас приходуется и дальше может распределяться по ячейкам склада и местам хранения. В зависимости от, опять же, настроек и ваших бизнес-процессов, которые вы для себя приняли, внутренние процессы могут выполняться без ввода кизов, без ввода серийных номеров, но с обязательным вводом, допустим, ВИН-номеров. Товар хранится на остатках склада, далее следующий процесс, это уже отгрузка. Соответственно, из корпоративной системы опять выгружается документ-инициатор, по которому мы будем отгружать товар. Опять же, при необходимости документы конвертируются в один общий документ, либо не конвертируются. После планирования документов в отбор, ВМС раздает задание на сбор товаров по местам хранения, с последующим сбором данных по кизам, по серийным номерам и по ВИН-номерам. Соответственно, после того, как сотрудники обработали товар, ВМС в зависимости от модели учета запросила ввод тех или иных данных кизов, серийных номеров, ВИН-номеров, саккумулировав все данные, что по факту собралось, какие серийные номера кизы и так далее, выгружают факт в корпоративную систему. Корпоративная система, опять же, по своим бизнес-процессам понимает, что с этими данными делать. Допустим, иногда серийные номера печатаются в сопроводительных документах в адрес конкретного покупателя. То есть ВМС готовит данные, корпоративная система их использует уже для своих целей. По сути, у нас возникают две точки интеграции, в которые мы используем серийные номера и контрольные идентификационные знаки и ВИН-номера. Это приемка в части факта приемки и это отгрузка в части факта отгрузки. В случае же, если у вас корпоративная система знает, какие конкретно значения кизов, серийных номеров и ВИН-номеров к нам поступают по плану, то, соответственно, ВМС может включить контроль на приемке. Корпоративная система отправляет нам перечень значений кизов, серийных номеров и ВИН-номеров. Мы при приемке, сканируя конкретные серийные номера или кизы уже с упаковок, можем контролировать, по факту пришло то ли то, что там было заявлено как план. И если есть какие-то отклонения, то ВМС, соответственно, сразу будет сообщать вам, что план не совпадает с фактом. Пришел какой-то товар, неправильного серийного номера, либо неправильного киза. Данный товар не приходится на остатки склада и запускается работа с поставщиком для выяснения, для выяснения, какой товар был отправлен и что с этим товаром делать. Может вернуть в адрес поставщика, а может оприходовать уже по другому документу поступления. Соответственно, приемка может выполняться в двух режимах, с контролем плановых значений и без контроля плановых значений. Помимо того, что мы интегрируемся по кизам, серийным номерам и ВИН-номерам в части приемки и в части открытия, для маркированного товара мы можем пользоваться еще и в части управления агрегацией. Если мы преобразовывать товар, изымать или как-то объединять несколько кизов в определенный агрегат, в этой части есть отдельный бизнес-процесс, отдельное рабочее место с своим удобным интерфейсом, на котором мы можем отсканировать те объекты, которые мы хотим разъединить, допустим, изъять короб из палеты, либо наоборот соединить кизы в какой-то короб. Оба процесса также включаются в интеграцию, то есть мы должны объявлять для корпоративной системы, что мы с товаром что-то делаем, изымаем, агрегируем. И в данном случае корпоративная система будет получать факты выполнения операции с маркированным товаром непосредственно в момент их выполнения в складской системе. В будущем эти данные также будут учитываться при формировании заказов на отгрузку, например, либо для каких-то других операций. По части интеграции номеров резюмируем то, что мы имеем, по сути, две точки интеграции. Это факт приемки, факт отбора, факт отгрузки. И третий момент – это работа с агрегатами, то есть агрегация и разагрегация кизов. Следующий момент – это работа с различными товарами. В зависимости от массы, объемов, размеров, мы можем двигать товар в разрезе зон и ячеек по разным правилам. Данные правила также задаются в модели. В первую очередь для товаров мы можем сказать такие параметры весогабаритных характеристик, как масса и объем, бруто и метто. То есть в данном случае мы просто взвешиваем одну базовую единицу измерения вместе с упаковкой и указываем ее вес. Также мы можем замерить объем одной базовой единицы измерения и задать эти значения в объекте хранения. Эти данные могут выгружаться из корпоративной системы, если корпоративная система их знает. Если нет, то мы их собираем и указываем только в ВМС. Помимо того, что мы можем мерять объем бруто, объем метто одной базовой единицы, мы также можем ввести различные упаковки. Соответственно, для каждой упаковки при ее создании мы можем формировать ее весогабаритные характеристики. Упаковка может создаваться при приемке, может создаваться уже непосредственно, когда товар хранится на остатках склада. Упаковки могут создаваться как с ТСД, так и с помощью интерфейса ВМС. Если мы вводим ВГХ по базовой единице измерения, а также ВГХ по каждой упаковке, то, соответственно, ВМС понимает, с каким объемом мы работаем. Помимо того, что ВГХ используется при планировании операций, таких как размещение и отбор, весогабаритные характеристики также будут учитываться при расчете объема по заказу. То есть, если мы сформировали заказ на 300 строк, то ВМС на этапе загрузки документа может посчитать, какой объем товара будет собран по данному заказу. Помимо того, что мы можем указать конкретные объемы и ВГХ для упаковок и единиц измерения, мы также можем задать конкретную вместимость объектов хранения в местах хранения. То есть, если у нас есть, допустим, тип места хранения европоддон, либо какой-то финский поддон, то мы можем разложить товар в рамках этого поддона и понять, что у нас один товар, допустим, какая-то дверь, на конкретном типе места хранения будет занимать один слой, в слое будет определенное количество товара и у этого слоя будет определенная высота. При этом, в зависимости от типа места хранения, один и тот же товар может укладываться по-разному, разное количество слоев и разное количество в слое. Соответственно, при вводе таких данных в МС она, опять же, будет более детальна и более качественна понимать, какое-то количество товаров будет помещаться в одно место хранения. И эти данные будут использоваться при планировании размещения, при планировании отбора. Также для МС можно задать такие значения, как полное и неполное место хранения. То есть, если у нас помещаются 4 штуки в одно место хранения, то мы можем сказать системе, что если в нем не 4, а 3 штуки, то такое место хранения тоже можно считать полным. И если мы используем учет полных мест хранения, то ВМС может дополнительно планировать отбор целыми местами хранения по критерию, полное оно или неполное. Далее, после того, как мы собираем все данные по весогабаритным характеристикам, мы задаем в модели учета стратегии размещения и стратегии отбора. Стратегиями мы понимаем настройку алгоритмов, как товар будет в операциях размещения или как товар будет двигаться в операциях отбора, пополнения. Настройка здесь очень гибкая. На скрине мы видим такие настройки, что мы можем задать для конкретной модели учета, то есть для конкретной группы номенклатуры, что она может отбираться коробками, штуками, может отбираться целыми палетами, может при планировании отбора ориентироваться на принцип отбора по FIFO, LIFO, по минимальному числу подходов. То есть система всегда будет ориентировать количество задач отбора так, чтобы их было минимальное количество. То есть мы будем подходить всегда к ячейкам с наибольшей заполненностью, либо мы можем наоборот ориентировать систему на то, чтобы она всегда планировала отбор таким образом, чтобы ячейки с минимальным запасом в первую очередь вымывались тем самым, освобождали для следующих операций эти ячейки. Также есть возможность задавать порядок, как конкретно система должна искать товар на остатках склада, в частности в отборе. То есть мы можем указать конкретные зоны, из которых будет планироваться отбор, можем указать, что в первую очередь требуется подбирать товар на верхних ярусах или наоборот, на нижних, ну и так далее. Настройка очень гибкая, и в пятой редакции уже собран практически весь многолетний опыт наших заказчиков, как они хотят планировать отборы и размещение, и весь этот опыт учтен в коробочном функционале настройки алгоритмов этих движений. То есть помимо того, что вы делите свою номенклатуру на группы по разрезам, то есть учет по партиям, тизам, срокам, можете разделить их по разным вариантам грузообработки, штуками к штукам, коробки к коробкам, либо все смешивать, отбирать по ориентированию на вымывание ячеек, либо наоборот сокращение скорости отборов, ну и так далее. Помимо того, что мы задаем алгоритмы для конкретной модели учета номенклатуров, мы также очень гибко настраиваем и сами зоны. То есть для зон хранения, зон отборов, зон приемки могут формироваться различные правила. Допустим, для одной зоны хранения мы можем задать определенный тип стеллажа, от типа стеллажа будут зависеть правила обработки внутри этой зоны. Допустим, если это набивной стеллаж, то ВМС понимает, что это стеллаж, в котором доступен к отбору только крайний палет, все остальные палеты находятся где-то в глубине стеллажа. Соответственно, ВМС уже будет учитывать этот момент и планировать к отбору только те палеты, которые находятся с края, то есть только те, которые были поставлены в набивной стеллаж в последнюю очередь. Либо если это у нас какое-то автоматическое оборудование, то есть карусельный либо лифтовый стеллаж, или какие-то автоматические ячейки, или какие-то гравитационные стеллажи, то также, исходя из настроек зоны и стеллажей внутри зоны, ВМС будет планировать, операции с учетом типа стеллажей внутри зоны. Также на зону есть возможность настраивать совместимость товаров внутри ячейки, то есть, допустим, запрещать в одной ячейке размещать различные партии одного товара, или, допустим, ограничить, что в одной ячейке не может быть более трех различных товаров. Тем самым мы определяем, какое количество, как товар смешивается внутри зоны, внутри ячеек, и упорядочиваем хранение. Помимо этого, есть возможность определить, какие конкретно палеты могут вставать в определенную зону. Определяем их по классу. То есть, допустим, данная зона предназначена только для размещения поддона. Для другой зоны мы можем назначить, что, допустим, туда могут вставать только поддоны какие-нибудь продолговатые прямоугольные для негабарита, и, допустим, в эту зону нельзя будет размещать европалет. Соответственно, по совокупности настроек зон и по совокупности настроек алгоритмов и весогабаритных характеристик и вместимости объектов хранения есть возможность распределить правила грузообработки таким образом, чтобы товар планировался к размещению и планировался к отбору таким образом, чтобы соблюдались правила соседства, правила размещения и товар более оптимально распределялся по складу. Если у вас есть конкретные примеры сложных товаров, которые размещаются по определенным правилам, то уже в тот момент, когда вы будете формировать заявку на демонстрацию системы непосредственно под ваш склад, эти моменты можно проговорить и вам мы можем рассказать на конкретном примере, как этот товар будет обрабатываться в WMS X5. В данном же случае, резюмируя функционал правил грузообработки, мы могу сказать, что он довольно-таки широкий. Он собирает в себе весь опыт, который мы накопили при работе с WMS третьей редакции, четвертой редакции, уже в пятой редакции, он реализовался в виде каких-то простых интерфейсных настроек, которые можно либо изменять, либо как-то модифицировать в зависимости от вашей жизни склада. Так, на этом все. Спасибо, Слав. Коллеги, я надеюсь, что с темой сегодняшнего вебинара вам было актуально и интересно. Вот, опять же, повторюсь, если у вас есть какие-то вопросы или хотели бы узнать о стоимости проекта и получить нашу экспертную оценку, то обращайтесь в наш отдел продаж. Контакты указаны на слайде перед вами. Вот, а мы со Славой в свою очередь прощаемся. Вот, регистрируйтесь на наши вебинары, будем рады видеть вас снова. Так что до встречи. Редактор субтитров А.Семкин